Россия, воевавшего в Украине мужчину, значит, муж жестоко убил бывшую жену. Суд решил не сажать его за решетку, потому что, ну, конечно, там условные Навальные представляют больше угрозы, потому что признал участие в войне в Украине смягчающим обстоятельством. Убил, зарезал, изнасиловал, но был в Украине, все, ты святой. Ольга, а как вам такой подход? Я уж тут даже не буду говорить про правозащитную функцию, про принципы права. Это, конечно, не об этом. Но в целом где-то, наверное, должны были бы снова немножечко занервничать россияне. То есть получается, что для того, чтобы получить оправдание, тебе достаточно было бы побывать в Украине, но потом ты возвращаешься и раздолье. На каждом суде тебя будут оправдывать. Ты вон, ты же родину защищал. А я вам хочу сказать, что этот подход, он сейчас уже закреплен законодательно. Если не ошибаюсь, месяца полтора назад, может быть, чуть побольше, был принят закон о том, что люди, находящиеся в статусе подозреваемого, ну, то есть еще не судимые подозреваемые, арестованные, они могут быть последственные, но не судимые в любой момент, там, нахождение в СИЗО или под следствием. Можно написать заявление на отправление на специальную военную операцию, и таким образом его уголовное дело будет закрываться, и никакого не будет суда, и никакого не будет разбирательства, например, после его возвращения, не будет ничего. Это касается преступления малой и средней тяжести, но у нас, например, в средней тяжести считается убийство в состоянии аффекта. А кто сказал, что вот этот вот герой войны, который убил свою жену, ее убил не в состоянии аффекта? Ну, конечно, аффект, ну что вы, ну, господи, это же баба, да кого хотят же доведут, это же, ну, ясное дело, мизогинное общество, тем более, разумеется, разумеется. Поэтому это уже все закреплено законодательно, и как это могут россияне относиться? Вы знаете, нам кажется с вами, что россияне должны этого бояться, а в основном россиянам это нравится, что они представляют себя не на месте жертвы, совсем не на месте жертвы, что они тоже могут кого-нибудь сбить насмерть, ну, или тоже могут сгоряча, там, я не знаю, убить жену или тещу, или маму, что они там могут, да, ну, деньги кончились, могут пойти ограбить банк, но если поймают, то, ну, известно, что надо делать. И более того, ведь у нас сейчас очень низкий процент преступлений действительно фиксируется бывшими заключенными, вернувшимися со связи с операцией. Да, они почему-то все время убивают и насилуют малолетних, а вот так, чтобы тяжкие телесные какие-нибудь, или там, какое-нибудь мелкое воровство, или наркотики, почему-то нет. Какие ангелы вернулись, правда, дохнут очень много от передоза, но так сами-то нет, ну, по мелочи, конечно, нет. Да их никто не фиксирует, эти преступления, потому что сколько мы знаем, что вот взяли его с крупной партией наркотиков, а он начинает гласить, менты позорные, вы мне их подкинули с целью дискредитации героя специальной военной операции, за 15 лет лишения свободы вам за это. И начинаем разбираться тяжкое телесное повреждение, нанес бывший заключенный, да, участник СВО. И быстро понимаем, что ой-ой-ой, у нас сейчас скоро потерпевший будет обвиняемым. И потерпевший говорит, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, никаких претензий у меня нет, умоляю, давайте заказать уголовное дело, я выздоровлю ничего, ничего, похожу без руки, без ноги, с пластины в голове, вот только, пожалуйста, не надо. Сплошь и рядом. Знаете, просто раньше, мне кажется, что условный там участник воевых действий, ветеран войны, ну что там давало, какие-то незначительные льготы, где-то скидка, где-то бесплатный проезд, ну а на сегодняшний день, мне кажется, если это оказывается, вот так можно использовать в суде, то почему себе не купить этот статус, даже если ты там не побывал. Да, а все, а можно дальше все, что угодно, потому что под это созданы все законы. Ну и еще последствия этой войны, по сути, все, что мы обсуждаем с вами, Ольга, это то, как война так или иначе повлияла на судьбы россиян, российских военных преступников, ну и, конечно, эхо, которое будет разноситься по всем российским регионам. Второго иркутского мобилизованного нашли повешенным после попадания в военную комендатуру ЛНР. В самопровозглашенной ЛНР обнаружили тело мобилизованного со следами от петли на шее. Погибшим оказался 35-летний житель Иркутска Александр, которого забрали на войну в октябре 1922 года, пишут люди Байкала. Мобилизованного искали родственники. Он служил в 90-й танковой дивизии подразделений «Шторм». По словам его брата Сергея, в марте Александр вместе с тремя сослуживцами оставил позиции, потому что им стало скучно без дела сидеть в окопе. Да, война не всегда веселое дело. Военные уехали в оккупированный Александровск, сняли там квартиру и распивали алкоголь. Отчаянные парни. Где их задержали и увезли в комендатуру ЛНР. Это уже второй случай гибели мобилизованного из Иркутской области. В самопровозглашенной республике в июне сообщалось, что в казарме военной комендатуры нашли повешенным Виктора Петрова. Знаете, что даже украинские военные рассказывают, я не знаю, как правильно назвать жителей ЛНР, ДНР, самопровозглашенных этих королевств, это не украинцы и не россияне, это не людей. И они, особенно когда началась оккупация Мариуполя, людям нужно было как-то выбираться, как правило, их пропускали через фильтрационные лагеря, поэтому многим приходилось, к сожалению, заезжать на территорию ДНР. Так вот, представьте себе, что даже в сравнении иногда, я подчеркиваю, иногда с российскими военными преступниками, украинцы говорили, что к ним намного жестче относились именно вот эти ДНРовцы. И про ЛНРовцев точно так же ходят различные легенды. Но вот сейчас мы видим, как они, по сути, расправляются с российскими военными, с мобилизованными. Ясно, что они вышли за пределы возможного снять квартиру, распивать алкоголь, ничего себе. Но, тем не менее, понимаете ли вы, а что могло с ними действительно произойти? Правда ли можно так легко кого-то убить, и тебе за это ничего не будет? Ну, вы знаете, да, поскольку оккупированная территория, это территория полностью лишенная какого-то ни было права, даже, собственно... Вы знаете, мы полтора года, например, не можем работать на оккупированных территориях. Ну, во-первых, мы не можем по украинским законам, да, это сразу коллаборация. Найти адвокатов внутри невозможно. Невозможно. Обработают ровно два адвоката, Вагина и Егоров, у которых, собственно, погона. Они в ФСБ работают. Вот, собственно, они там ведут чудовищный совершенно телеграм-канал, чудовищный даже по меркам циничным, вот таким вот кремлевских каналов, даже сверх этого. Это, собственно, адвокаты. А других там нет. И все, что мы знаем оттуда, это вот так вот передается из уст в уста. Эта территория полностью, полностью лишена наблюдения, в том числе международного наблюдения, наблюдения с российской стороны. Там нет ничего, кроме, собственно, банд, банд, собственно, заключенных с оружием, которые еще вчера были заключены. И они, конечно, все время, да, там снимают квартиры, там это пьянство, естественно, все это есть. Они дорываются до так называемой свободы. Там беспредел местных властей, которым вы все прекрасно знаете. И там полная невозможность работать никакому международному наблюдению. Ни международному, ни вот даже российскому. И мы знаем просто по ленам. Мы работаем больше с гражданскими, ну, мы в основном работаем с гражданскими, украинскими похищенными людьми. Если человек похищен, и он обнаруживается нами на территории Российской Федерации, это очень сложно. И, скорее всего, будет ответ, их там нет. Но все-таки можно что-то узнать, и можно чего-то добиться. Есть шанс. Если человек на территории наоккупированной содержится, все, все. Мы ничего не узнаем еще очень-очень долго, пока он сам не выйдет на связь, или пока его не топируют в Россию, или пока там не начнется так называемый суд, мы ничего не будем знать. Это, конечно, страшная территория. Это просто, просто, если я хочу сказать, что черная дыра, то черная дыра для меня выглядит предпочтительней.